Улица Фейгина. Здесь сегодня коммунальные службы трудились несколько часов. Тротуары и газоны приводили в порядок. В основном рабочие при помощи спецтехники убирают опавшую листву и мусор. В данный момент мы заканчиваем подготовку города к зимнему периоду, к зимнему содержанию дорог, тротуаров и все, что входит в нашу зональную ответственность. В предстоящую зиму коммунальные службы областной столицы встречают с новой техникой. Впервые за многие годы обновили автопарк ЦУГД. К работе на улицах уже готово 18 новых машин. Это техника, которую будут использовать во Владимире в борьбе со снежной стихией. Это механизированная машина. Раньше у нас очень много было ручного труда, погрузчиков. Здесь скорость уборки намного в разы повышается. Грейдер, тяжелая машина, формирует вал. Соответственно, он подъезжает, включает захватывающий орган и посредством транспортера перемещается самосвал. То есть скорость уборки в разы увеличивается. Главный механик ЦУГД рассказывает о новом лаповом снегопогрузчике. Это одна из самых дорогостоящих машин и крайне необходимая. Чтобы очистить одну улицу от снега, например, Верхнюю Дуброву, ему потребуется максимум полчаса. Приобрели в этом году и комбинированные дорожные машины. Это те, что первые выходят на улицы во время снегопадов. А еще грейдеры, самосвалы, песк-разбрасыватели, мини-погрузчики. Автопарк коммунальной техники уже давно нуждался в обновлении, говорят специалисты. Ведь из-за постоянной работы, в том числе в абральном режиме, ранее техника часто выходила из строя и нуждалась в ремонте. На самом деле поломок разнообразных очень много. Все-таки эта машина работает в тяжелейших условиях в агрессивной среде. Если берем, то всю технику зимнюю берем. То есть, ну, новая техника работает на порядок дольше, чем старая. Старая, ну, не каждый день, но бывают и мелкие поломки, и тяжелые. Решаем вопрос с ремонтами, ремонтируем оперативно. В этом году для АЦУГД закупили 23 машины, 5 в ближайшее время поступят на базу. И таким образом, всего зимой в Центре управления городскими дорогами для уборки снега будут готовы 98 единиц техники. Такого количества машин, по расчетам специалистов, хватить должно. А вот с кадрами вопрос по сей день остается открытым. Людей не хватает. Мы активно ведем эту работу по увеличению сотрудников, в том числе в нашем муниципальном предприятии. Мы ведем работу, в том числе, по увеличению, скажем так, зарплаты и другим мотивационным мероприятиям. Потому что понимаем, что люди, которые занимаются такой тяжелой работой, должны, в общем-то, и за нее получать достойные вознаграждения. Но на сегодня проблемы есть. Нам нужны и водители над техниками, механики, ну, многие специальности. В целом, мэрия рапортует. В этом году была проведена колоссальная работа по подготовке города к зиме. Первый экзамен пройден. Со стартом отопительного сезона проблем не возникло. Впереди очередное испытание для коммунальщиков. Встреча со снежной стихией. Коммунальные службы говорят, зима их врасплох не застанет.